друзья всем всем огромнейший привет я вас приглашаю на канал вязаные истории и сегодня я хочу с вами поделиться своими вязальными продвижениями это за четверг пятницу и немножечко суббота но буквально тут полчаса максимум и меньше лето жара вижу 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 хочу быстрее мне кажется чем я быстрее хочу тем медленнее все получается и так перед вами моя футболочка если вы на канале впервые то футболку я вижу в технике реглан погон мне безумно все нравится как получается получилось идеальная регланная линия вот она идет по рукаву и здесь вот она просто нам для меня это прям восхитительно шикарно получается я на себя примеряла отлично села того что хотела я как говорится знаете как доктор прописал вижу из пряжи полухлопок очень нежный очень тоненький да из-за того что он тоненький конечно вяжется дольше но вяжется с огромнейшим удовольствием я вот уже отвязала вот этот под мышечек да то есть там было немножко провязана я вам сейчас даже скажу сколько живет зал от мышек сантиметров меди по примерно надо сантиметров 40 отвязать но откровенно говоря возможно будет и больше потому что я хочу повязать в ноль вот эту вот всю пряжу будет длиннее пусть будет длиннее ничего страшного подшорты замечательно никаких разреза ничего и делать не собираюсь но буду вязать пока не вывяжем 0 вырезана 9 сантиметров довольно неплохо надеюсь я опять правильном мире это прошлый раз нет 8 девочки вот так вот ложим аккуратно нигде ничего не натягиваем вырезана 8 сантиметров ведь его то плюс и правильно ставлю пальчик потому что мерить очень сложно может на этой стороне где спицы сходятся я уже начала второй ряд вязать данный спицы вот ровненько есть немножко ниточки неровные тоже семь с половиной девочки вот так считаемся всем сантиметр намерил вот видите целые два сантиметра разница потом я думаю почему мне не сходят вот два сантиметра разницы я сейчас на этом прекрасном цвете у них вот доставала еще не довязала мне тут осталось совсем немножко вытянута нити и я перейду на другой цвет я так жду вот этот мятный цвет что прям мне остается по моему три цвета то есть и по идее вот этот кусочек остался немножечко и тут примерно где-то рядов 60 может остается я думаю мне этого вполне достаточно для нормальной полноценной футболки как говорится на лето то что доктор прописал надо быстрее вязать или тоже согласитесь относительно платье кто смотрел мои предыдущие видео тот помню что я себе ставила цель и провязывать провязала платье я считаю тоже неплохо давайте перейдем под мышечка я не меряла сколько нового визуально честно скажу если моя ладошка не помещается здесь 20 сантиметров точно нет мало так сказать поэтому я не меряю но с вами я померяю здесь уже конечно мерить попроще плюс они так заворачивается и я здесь связала 13 сантиметров тогда я тоже где-то где-то получается тогда было примерно 85 сантиметров отвязано маловато если была цель 4 в день а на сегодняшний день хотя бы должно было быть отвязано 8 то есть по идее я не догоняю уже пяти сантиметров через печали свои свои цели как бы да я не догоняю платье вижу в полу хлопка если вы не видели на круглой кокетке мне тут все безумно нравится как это вышло единственный вопрос у меня немножко к рукава я не могу придумать как обработать так как я бы хотела чтобы они были как горловинка да вот этот платочная вязочка этот их четыре по-моему ряда если не ошибаюсь раз-два-три или три нужно посмотреть записях и не помню но мне кажется если я их сделаю вот таким вот образом то они тоже будут заворачиваться но об этом я узнаю попозже когда уже отвяжу все платье и тогда только займусь вопросом рукавов как бы отвяжу глобальную часть точно так же и снизу мне непонятно как не закрыть потому что хочется чтобы она была гармонична и смотрелась одинаково везде мне кажется если я так закрою то она тоже завернется но будем пробовать будем экспериментировать и об этом узнаем в будущем но не сегодня у вас пропадает в эту жару что вот такое платье как-то мне кстати поступил вопрос не будет ли мне в нем жарко потому что это полухлопок и судя по внешнему виду он довольно плотный точки я не думаю что мне джорка я вижу в 5 нитей это получается 300 метров 100 граммах мне кажется я имею в 5 нитей бобинки там 1500 по-моему нужно уточнить или тысяч или 400 примерно до полотну плотновато хочу сказать его кривит душой она плотновато но вот эта вот часть идея немножко пробовала ее отпаривать она более нежнее и мягче поэтому я думаю я его полностью отпарю потом она пройдет в эту и будет намного мягче да и як уже как-то говорила если мне для лета он будет очень жарким то она станет прекрасно мне домашнее платье на холодное время года я люблю зимой ходить у меня квартире тепло поэтому мне не обязательно носить очень супер теплые вещи для зимы так что но платье я хочу очень даже медленно мне кажется я его вижу но я же еще третью работу вижу правда я ее вижу только в машине езжу я примерно один ряд туда один ряд обратно вот так вот это моя сумочка пляжная это я хочу пляжную сумочку спасибо девчоночка моим за советы девочки вам огромнейшее спасибо вот то что я хотела как бы чтобы она выглядела вот он тут здесь уже получше видно здесь плохо еще видно так как я сейчас я сначала хотела вязать там один метод посмотрела соединение нити вот он да вот здесь вот здесь меня начало ряда в соединении в начале ряда ну что-то мне не очень понравилось и я решила вязать свои методом поворотными рядами то есть туда и обратно буду вязать чтобы скрыть вот этот шевчик мне хочется чтобы это было красиво и идеально сумочка будет легкая такая вот пляжная но здесь такой мелочи сюда положить там знаете гуляя на пляже да там вечерком бутылочку водички небольшое полотенечко или подстилочку чтобы можно было семьей посидеть где-нибудь на песочке такого цель преследовать то есть не это не полноценная пляжная сумка в которую можно запихнуть и пойти они большая там чтобы было дулачка водичка как говорится возможно кошелечек вот такой мелочный вариант не знаю девчоночки улечка мне говорила что если это пляжная то не нужно сшивать подклад я не знаю я подумаю на относительно подклада я ее выпишу и уши решу по факту вот это вот я же говорю машины вариант у меня получается я еду в машине на водоем туда вяжу примерно ряд даже бывает иногда пол ряда все зависит от того закрыт ли переезд когда мы едем или нет то что мы приезжаем переезд а у нас тут сейчас из-за моста постоянно пробка образуется то есть если мы переезжаем переезд и пробка да то я больше могу вязать например наряд не буду ну примерно ряд чуть чуть больше если же пробки нет то у меня получается пол ряда вязать кстати очень удобно я не люблю крючки без ручки но у меня номер 4 есть только вот такой вариант и для меня плюс жарко рука скользит по этому крючку не знаю как у вас у меня рука все время скользит по крючку и ну совсем не очень не тут решение кстати это еще до сих пор тот же моточек и я сейчас вам покажу с чего же я вижу если вы впервые на канале вот попросила сына подать сейчас вам покажу вот такой у меня поле yarn что-то куда-то фокус убежал сейчас вот так четко классно видно вот такой моточек скрипучий если вы к скрипу во время вязания относитесь негативно то конечно рекомендовать не стану но мне нравится полотно которое получается тем более для пляжной сумочки которую я там извините буду брать раз в пятилетку не в пятилетку раз в сезон года дала когда мы ездим на море то в принципе этого вполне достаточно вот одна сторона и вот вторая которую я сейчас уже вижу активненько сумочка из говорю мне безумно нравится еще ребят я немножко повышевала на этой неделе ну совсем совсем мизер и конечно я активно готовлюсь к семье зимнему вязальному сезону вернее к осеннему зимнему сезону вязальному для вас готовлю очень интересные мастер-классы они будут бесплатными для доступа на канале для моих дорогих зрителей очень полезные информации я стараюсь максимально собирать информацию которая была бы интересна я помню любочка я помню тебя есть это не сейчас смотришь твоим запросили обязательно сделаю мастер-класс под просьбе узора крючком обязательно он выйдет на канале ну пока немножко разгребусь с этими процессами и обязательно сниму да и сейчас летние каникулы снимать намного тяжелее но готовлюсь потихонечку и вам все потом конечно же буду рассказывать и показывать а на этом друзья я с вами прощаюсь горю и варю вам до скорых встреч встретимся во вторник и я посмотрю что же между получится за выходные отвязать не знаю насколько они будут активными очень-очень жарко и довольно страшно даже выходить на улицу в такую жару но вроде еще неделечку сказали а потом будет холодать там посмотрим всем пока пока друзья